Здравствуйте, дорогая публика! Вот я вчера сделал видео про дарвинизм, про теорию Дарвина, про современное эволюционное учение, и как так немножко вскользь рассказал о том, какой эффект произвело учение Дарвина на общественность, на перспективы человеческой жизни на стыке 19-20 веков. Тогда появились два таких понятия – расовая гигиена и евгеника. Расовая гигиена – это все то же самое, что делается применительно к животным. Вот нельзя скрещивать животных, как попало, нужно в рамках определенной породы их скрещивать, иначе вы испортите породу. Ну, это вот хорошо известно у тех, кто разводит породистых животных, породистых собак, породистых кошек. Вот у меня кошки не породистые, они на улице подобраны, все три брата совсем разные, ну, два-то похожи, а третий – черный ливенбук, да? Он на них не похож. Да, вот он, ливенбук, самый добрый и ласковый из них – черный кот, ливенбук. Спортсмен. Ну, вот, слышишь, как я его называю, поэтому, значит, слушайте меня, ливенбук, да. Вот. Между прочим, вот эти принципы расовой гигиены, они в некоторых странах имели законодательный характер, так же, как, ну, скажем, государство обязывает людей проходить вакцинацию, да, ну, потому что это, иначе вы, значит, будете переносчиками заболевания, нельзя, нельзя, надо вакцинироваться. Вот были массовые вакцинации от ООСПы, например, и таким образом ООСПа была побеждена. Вот, а теперь, значит, массовое соблюдение расовой гигиены. В Швеции в законодательстве вплоть до 60-х годов было положение о обязательной стерилизации представителей неполноценных рас. Было такое понятие, неполноценных пород, значит, да, рас – это порода, в переводе на русский язык. Вот, вот такие вот были понятия. И современные шведы говорят, вот почему мы такие хорошие, почему мы такие рослые, красивые, замечательные, здоровые, а это потому, что у нас следовали доктрине расовой гигиены. Между прочим, наряду с расовой гигиеной, то есть с поддержанием, так сказать, нужной породы, была еще идея вывести новую породу людей – евгеника. У нас вот, так сказать, куча беспородного населения, беспородной популяции, скажем так, не будем говорить про население. И вот из нее можно, вот, собрали на улице бездомных животных, и мы начинаем вот их скрещивать, выводить породу определенную. В конце концов, выведем какую-то породу, у нас будет породистые кошки, вот, например, так. Ну, это длительный процесс. Вот такой же длительный процесс предполагался и для человеческой популяции. Значит, как, что тут нужно первым делом? Нужно выделить тех, кто не будет участвовать в размножении. Понятное дело, если идет речь о какой-нибудь, так сказать, мясной породе, их на мясо отправят. А если речь идет о людях, им не разрешат размножаться. Вот в эпоху между веками, 19-20-м, значит, есть такое собрание, называется Библиотека русской фантастики. Это вот дореволюционная фантастика, и там были вот такие очень интересные, драматические, научно-фантастические, в общем, по сути, свои произведения, в котором, опять-таки, описывался мир будущего, там все и летающая техника, и залитые огнями Петербург, вот, огнями там, искусственными, электрическими огнями, вот. И в то же время проблема с размножением, вот, люби-люби, но не теряй головы, вот, этот человек, он не предназначен для размножения. Там есть только определенные люди, которые, так сказать, выбираются, обыгрываются коллизии, а вот как вот он будет выбирать. Вот некий профессор, он очень породистый, он специалист по романтической поэзии, лирике романтической 19-го века. И вот, значит, он находит день, значит, устраивается в помещении, так сказать, самки, подлежащие оплодотворению, простите, женщины. Он проходит и говорит, вот эту, 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 запишите на определенные дни, там, вот, ему записывание, как календарь оплодотворительной деятельности у него, вот, он его заполняет. Все, вот, он кого-то показал, а на кого-то не показал, расстройство одно, да. А как он хорошо пишет про поэзию 19-го века, о, тонкий стан шелками схваченный и все такое прочее, да. Ля Мур Тужур, вот, а тут вот такая жизнь. Ну, это фантастика, сами понимаете. Но, однако, скажем, в первые годы советской власти вообще очень люди увлекались всякими нововведениями научными. Вот, по-моему, я вам рассказывал уже про Богданова, который увлекался идеей переливания крови с целью, так сказать, обмена признаками, да. Как это, кстати, следуя Дарвину, следуя идеям Дарвина, это он делал. Вот, но они эти идеи оказались ошибочными. Именно эти оказались ошибочными. Не во всем Дарвин был, оказался прав. Вот, он общий концепт поставил, да, он пионер первый. Вот даже вот Колумб Америку открыл, а ведь он думал до самой своей смерти, что он открыл-то Индию, дорогу в Индию открыл. До самой смерти. Извините меня, до самой своей смерти он так думал. Вот, и что я хотел вам сказать. Значит, первые годы увлекались, вот идеи были такие, евгеники. Э-э-э, это господа кабелирующие, вам не дадут размножаться-то, да, так вот высказывались такие вот представители культуры молодой Советской Республики, так вот они обсуждали, да. Да, вот эти тут ходят, тут всякие тут в штанах удержать не могут. А вам не придется размножаться-то, да, потому что будут выводить правильную нужную породу. Да, вы не годны для этого, вот так скажем, да. Нужно сказать, что в ту пору у нас активно использовались научные кадры европейские, западноевропейские. Они их принимали сюда к нам, значит, на работу, они, значит, занимались тут наукой. И вот один немецкий биолог, он, кстати, потом стал лауреатом Нобелевской премии, работал у нас, написал очень большой отчет. Отчет лично товарища Сталина был, естественно, отправлен, потому что требовалось его, так сказать, решение. Потому что он изложил программу, ну, скажем так, работы по, я бы сказал, евгенической, да, евгенической деятельности, евгенистической, ну, по выведению породы новых замечательных людей, вот, в нашей замечательной стране, да, победившего социализма. Вот, вот так, ну, вот Сталин ничего не ответил, закончился срок контракта, он уехал за границу, все. Вот, ну, вот, видите, вот к такому, значит, ну, это, в общем-то говоря, выведение новых пород классическими методами. Это вот такое длинное было предисловие, в том числе отношение, так сказать, моральное отношение к этим вопросам. Даже Сталин, а Сталин, как известно, был человек в своеобразной, в своеобразных представлениях о том, что можно, что нельзя, да, для него многие вещи были возможны, хотя, ну, так сказать, за что его осуждали потом, да, вот, в истории его осудило. А вот это он считал невозможным, он не принял такую концепцию вовведения, значит, нового человека, человека будущего, коммунистического, социалистического. Не принял этот концепт. Вот, а вот теперь встает на повестку дня генная инженерия. Оказывается, с помощью генной инженерии мы можем, ну, предупреждать заболевания, делать новые качества человеку, создавать, да, его, значит, силу увеличивать, мышечную энергию, наверное, и вот эту вот мозговую деятельность, да, понимаете? Вот, такие вот вещи. И вот, собственно говоря, я хотел пофантазировать по поводу того, как можно было бы целевым образом вести, ну, это, скажем, не то, чтобы эволюция, а выведение новых пород людей, да, с точки зрения вот такой безудержной фантастики, да, это опять я возвращаюсь к той фантастике, как была фантастика начала 20 века, когда вот, ну, вот я пересказывал один из рассказов, вот, а теперь это вот перспектива на некое отдаленное будущее. Вот, там это отбор, в общем-то, искусственный отбор это называлось, да, искусственный, скрещивание и раскрещивание, вот, а тут просто вот конструировано. Нужно сказать, что способ изложения биологии как некой инженерной науки, он, в общем, хорошо известен, то есть, не то, что биология, а, скажем так, зоология и ботаники, да, то есть, повествование о разных видах живых существ с точки зрения конструкции. Вот эта конструкция вот этим отличается. Это позволяет этой конструкции более эффективно, значит, что-то использовать. Вот, например, конструкция дельфинов, значит, она более совершенна, чем конструкция ихтиозавров, потому что у ихтиозавра, значит, хвост так же, как у рыбы расположен, то есть, вот так, перо хвоста вертикально, а у дельфина вот так вот. Это позволяет дельфину выпрыгивать из воды высоко, в отличие от ихтиозавра. А ихтиозавр не может так, не мог, наверное, так выпрыгнуть, да, когда иногда рисуют картину, там, океана Мезозойской эры, и на которой среди веселых белых барашков на волнах выпрыгивают ихтиозавры. Вот нет, не могли они выпрыгивать, это не дельфины. Вот дельфины, видите, вот конструкции совершеннее, да. Вот, и, по-моему, мне вот так вот рассказывали, когда я снимал большие видео про, Дарвин, простите меня, палеонтологический музей, мне там палеонтолог вот так вот рассказывал, он, кстати, вполне себе эволюционист, вот, рассказывал всю вот эту зоологию, прям как вот, как историю. Он приводил пример, вот, говорит, танк Лебедянского, говорит, я видел. Знаете, такое, на огромных колесах, сзади каток, трехколесный танк Лебедянского с огромными колесами. Вот, вот, вот один из примеров, так сказать, неудачных примеров технических. Ну, вполне себе вот такой вот разговор идет. Вот, ну, и можно даже подальше подумать, как сконструировать нужный организм. Ну, давайте, значит, ну, во-первых, проблема получения пищи органической получается решена уже таким методом. Ну, фантастика, да. Не надо разводить огромные концлагеря с курами, овцами, свиньями, телятами. Ничего не надо. Просто будет разводиться культура, 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 в которой выращиваются, ну, клетки мяса. Вот. Ну, нужного мяса, ну, пожалуйста, телячьи клетки, поросячьи клетки, птичьи клетки. И все, готово, дело у вас уже без костей, без ничего. Кушайте на здоровье. Это здорово. Это нам позволит человечеству быть мягче. Вот вы знаете, вот иногда, когда мы вспоминаем Вторую мировую войну, то вот мы вспоминаем позицию немецкого населения. Они обычно говорят, а мы ничего не знали про концлагеря. Вот. Ну, вот мы вот так вот, в отличие от немецкого населения, сказать, что мы ничего не знаем про те ужасные условия, в которых содержатся животные, которыми мы питаемся, мы этого сказать не можем. Мы это должны понимать, как они содержатся, мы это знаем. Да, то есть это вот на нас большой моральный, так сказать, грех. Большущий грех на нас. Что мы с этим смирились. Да. Нам не отговориться. В случае чего, когда придутся, спросят наши домашние любимцы в кожаной куртке, с маузером в деревянной кобуре, мы не отговоримся. Что мы ничего не знали, а мы вообще не знали, что так вот содержат. Не выдастся. Вот. Ну, ладно. Возвращаемся, однако, мы к мечтам о том, как же сделать человека. Вот, например, всегда толкуют об освоении других планет. Но освоение других планет – это приспособить человека к жизни в других условиях, принципиально в других условиях. Ну, мало того, что пониженная гравитация. Ну, это вроде как не так уж и страшно, да. Ну, и что, что там на Марсе силы тяжести меньше, чем на Земле. Ну, и что? Ну, значит, будут слабее мышцы, будут тоньше кости. Ну, с этим как-то можно смириться, да. Вот. А температурный режим. А что там насчет атмосферы? Атмосферы, в которой, ну, практически отсутствует кислород. Вот. Что сделать в этом плане? Я не очень понимаю. Если научиться жить в условиях холода, ну, наверное, да, теплоизолирующий слой, да, кожи, там, как-нибудь шерсть, этот теплоизолирующий слой подкожного жира заодно еще будет играть, выполнять функцию защиты от ионизирующего излучения, которое приходит из космоса. Ведь, как вы понимаете, толщина марсианской атмосферы гораздо меньше, чем, значит, плотность ее и масса гораздо меньше, чем атмосфера Земли. И, соответственно, излучения космические туда очень круто попадают. Ну, вот одной только, одной только жировой просройкой не обойтись. Вот у нас на Земле нас защищает атмосфера адекватная по толщине 10 метрам воды. Вы представляете, каждый вот этот человек 10 метров подкожного жира сможет на стене несить. Едва ли. То есть, тут этот вопрос не решится. Получается, это только выведение таких, таких, как бы сказать-то, приспособлений для репарации разрушенных белков. Видите, вот оказывается, вот это принципиально. А есть такие приспособления? Есть такой метод, то есть, заниматься очень быстрой репарацией разрушенных белков. Ведь от радиации мы иначе не защитимся. Ну, получается, может быть, с этим можно и смириться. Мы вот на Земле тоже не защищены от палящих лучей солнца. Мы придумали зонтики, шляпы широкополые, там, сомбреро и так далее. Ну, может быть, можно обойтись. А вот чем дышать? Чем дышать? Может быть, нам тогда сюда еще и внедрить синтез кислорода? Будем одновременно, значит, синтезировать из воды, которую непонятно где взять, где придется там с бутылочками пить, из углекислого газа, его полно. Будем синтезировать сахара, да. Этими сахарами питаться, окисляя, да. У нас будет запас, так сказать, какие-то кислородные мешки в организме. И вот мы насинтезировали, значит, углекислого, или как это, не углекислого, насинтезировали из воды углекислого газа сахар виноградный, глюкозу. И потом его, значит, окисляем. Да, вот такие вот запас, запас воздуха, который мы, запас кислорода, который мы сами произвели. Ну вот чудновато, да, чудновато. Ну вот, так что вопрос с Марсом очень тяжелый. Еще тяжелее вопрос с Венеры. А как там жить? Там же очень большая плотность и температура. Вот от Холга спастись как-то можно. Ну, понимаете, повышенный, ускоренный обмен веществ, да, вот такие вот слова. А там как быть? Дело в том, что повышенная температура приводит к разрушению белка. А мы белковые тела. Получается, что надо не просто, так сказать, какое-то там изменение проводить, да, в нашем генном аппарате, а еще и менять саму нашу химию, биохимию, молекулярную биологию. Надо, чтобы мы были построены на каких-то полимерах, которые гораздо более стойкие к температуре, чем вот наши углеродные полимеры, да. Ну, знаете, вот органическая химия – это химия по соединению углерода, да. А этого, значит, что будет? Соединение кремния? Ну, вроде с кремнием не получается того. Может быть, при больших давлениях, недавно открыли, что азот образует некие полимерные структуры. Ну, вот не знаю, пока вот непонятно, чем заменить. Я просто фантазирую, завожу некие, так сказать, заготовку для фантастических произведений в стиле 50-х, 60-х годов. Тогда вот научная фантастика была именно такая. Обыгрывалась какая-нибудь научная идея. Сейчас уже нет там что-нибудь такое совершенно запредельное. Вот как, например, фильм Гюна. Я, наконец, удосужился с ним познакомиться. Удивительный совершенно мир будущего рисуется. Нужно сказать, что я видал мир и будущего поинтереснее, чисто в таком художественном плане, да. Там одежда, посуда, а тут как-то слабенько, слабенько. Единственное, там мне запомнился вертолёт такой. Он не вертолёт, он, как бы сказать, похож очень на стрекозу. Стрекозелолёт, да. Несколько таких крылышек, которые вот так вот вибрируют. Бу-бу-бу-бу-бу-бу и полетел. Но не вертолёт. Стрекозёл. Стрекозалёт. Вот так, наверное, надо его называть. Вот, а в остальном, как-то слабенько. Самое удивительное, что на такой, они там воюют, у них есть какие-то системы вооружения, там что-то бых-бу-бах. Есть, кстати, огнестрельное оружие. Есть какое-то изделие, похожее на ПТУР-Милан. Очень похоже на него, да. Я из-за гранично не говорю. ПТУР-Милан. Противотанковый управление ракетой Милан. Вот что-то такое там есть. А так... Это как будто до... До каменного века. Дело в том, что в каменном веке у человечества появилось оружие дальнего боя. Луки. Луки и копии. А тут этого нет. У них ножи. Вот такие длинные ножи. Как что, воевать? Воюют вот так. Никаких бу-бу-бу-бу-бу нет. Вот так уйдут и режут. Идут, режут, 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 режут. Ну, всё. Это удивительно. Ну, это сугубо такой кинематографический, очень неправдоподобный в плане фантастики приём. А что, куда делалось оружие дальнего боя? Нет там такого. Вот. Ну, ладно. Вернёмся к нашей фантазии. Она должна быть более рациональной. То есть, вот для такой замечательной планеты, как Венера, для неё придётся создавать людей, которые не только умеют синтезировать сахара или что-то там ещё, а жить без углеродных соединений. Что там? Полимеры азота? Может, кремниевые полимеры? Не знаю. Чтобы это выдержало температуру давления. Вот. Ну, когда я был маленький, как говорится, я читал всякие научно-популярные книги, и вот там были картинки. Вот это так выглядит жизнь и цивилизация на планете, где повышенная сила тяжести. То есть, большая массивная планета, как сейчас называют, так сказать, супер-земля. Вот. И на ней, значит, такое придавленное в теле тяжести живые существа, как черепахи такие ползают. Машины все придавленные едут всякие вот расплющенные. Вверх всё это уже минус. Работу надо совершать. Голову поднял, уже обработался. Отдыхай. Всё. Некогда работать. На этаж подняться, да, тяжело. Значит, домики все одноэтажные, да, получается. Вот так. Вот. Что-нибудь в этом роде. А вот планета понижена те же. Там летают такие вот эфирные существа крылышками мажут. Ну, правда, не подумали они о том, что эти эфирные существа махать крылышками будет тяжело. Потому что там воздух разреженный на этой планете пониженной тяжести. Особенно крылышками там не помашешь и не полетаешь. Да. То есть тут вот некий парадокс есть. На самом деле в плотной атмосфере гораздо проще летать, чем в атмосфере разреженной с маленькой силой тяжести. Вот если у вас нормальная сила тяжести, плотная атмосфера, ну, тут можно поговорить о попытках полетов. Вот этим жителям, будущим, генетически произведенным жителям Венеры, им можно придумать вот эти вот, значит, крылышки. Воздух плотный очень-то. Вот. Ну, вот это все такие вот заявки в расчете на то, что, значит, пишется произведение, и в конце, значит, гневное разоблачение вот этих вот попыток изменить природу человека. Потому что я думаю, тоже это как-то нехорошо. Кто на это может решиться? Мы считаем, что на это может решиться Китай, потому что там все можно. Они закрыты для общества, это Китай, совсем другая культура, у них совсем другие понятия добрее и зле. Вот у нас есть такое понятие, вот есть добро вообще, есть зло вообще. Можно быть злодеем и творить зло, да? Ну, это какое-то уже психопатическое состояние немножко. А у них нет, у них можно быть злодеем и творить зло, потому что это тебе нужно, это полезно для твоих товарищей. Да, ну, как это, добро и зло относительно референтной группы, как мне объясняли группы. Это вот Япония, это вот Китай, это вот те дальневосточные страны. Ну, нам так вот, им так нравится, им так хорошо. Да, вон, вот такие вот непонятные, неприятные вещи. Так, товарищи, не забывайте поддерживать мой канал материально и не забывайте, что вы можете подписаться на Бусти, и там будет куча всяких видео, которые так вот недоступны, в том числе там лекции по физике, по теоретическим основам электротехники, лекции для тех, кто собирается сдавать ЕГЭ, там огромные курсы по 36-полуторачасовых лекций по физике, по математике. Вот, так что записывайтесь туда и донатьте мне, донатьте, донатьте, потому что я же выключить на ваши деньги. Кстати, можете списаться со мной в ВКонтакте или в Телеграм, и, наверное, мы сможем с вами договориться об индивидуальных занятиях физикой, математикой. Я не только заготовки для фантастических рассказов вот тут придумывал. Нет, я еще физики учу, математики. Да. О, моя гордость поступила у меня ученица на физфак МГУ в этом году. Это не фигня какая вообще с физфаком ГУ. Ну, всего доброго вам, до свидания, всех вам благ.